Сегодня губернатор области Олег Кувшинников и мэр Волгды Сергей Варапанов проинспектировали ход строительства Ледового дворца в микрорайоне Бывалого. Работы стартовали в июне этого года. Подрядчик уже выполнил почти 10% от запланированного объема работ. На площадке трудятся 18 человек и 4 единицы техники. Металлоконструкциями к середине февраля в любом случае закончим. Быстрее всего и перекрытие несъемной опалки. Из нуля мы вышли, засыпали, большую работу провели, так что мы уже не боимся погоды и тому подобное. Сэндвич-панели мы начнем ближе к марту месяцу. Это технологически необходимо, чтобы не проморозились основания и смогли отставить, чтобы нам дальше не останавливать работу. Трехэтажное здание общей площадью 9 тысяч квадратных метров появится в Волгде в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни», в которую удалось войти при поддержке губернатора Олега Кувшинникова. Объем финансирования – 650 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Здесь будет 8 раздевалок. Здесь будут административные помещения, тренерские, медицинский кабинет. То есть мы делаем все по федеральным стандартам для того, чтобы этот объект потом был введен в реестр Минспорта, который позволит нам проводить здесь соревнования любого уровня. Еще очень важно, что эта площадка может быть использована. Борта будут трансформируемые, их можно будет легко убрать, стекла снять и провести любое массовое мероприятие. Сегодня губернатор Олег Кувшинников заявил о том, что рядом с Ледовым дворцом будет построен фок «Золотая шайба». На это получено финансирование с федерального бюджета в размере 225 миллионов рублей по проекту «Спорт. Норма жизни». Здесь самое дорогое сооружение – это вот этот фокс со льдом. Мы хотим там сделать небольшую ледовую площадку нестандартного размера, 40 на 20, для того, чтобы развести потоки детей. Чтобы дети, которые только-только встают на коньки, могли там, не занимая главный лед, могли там… Здесь не только спортивные объекты, но здесь есть и объекты, такие как воркаут, детские спортивные площадки. Значит, здесь можно будет заливать, допустим, открытый лед зимой. Концепцию спортивного комплекса вынесут на обсуждение на градостроительный совет при губернаторе, который состоится в следующем году. Старство строительства запланировано на 21 год, окончание – на 23 год. Кроме того, на этой территории в следующем году планируется построить фок открытого типа в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». «Сейчас по решению губернатора здесь, вот на этой земле, сейчас здесь поле находится, земля между микрорайонами 5-6 и микрорайон Бывалый-Можайский, рядом с Осановской рощей. Запланировано строительство огромное количество социальных, спортивных объектов. Это можно сказать, что своего рода город в городе получится, потому что здесь и будет предусмотрено строительство спортивных объектов и социальных объектов. В скором времени будет застраиваться жильем, будет благоустроена Осановская роща, будет строительство дороги улицы Поэта-Романова». Микрорайоны Бывалого-Можайский встали на траекторию устойчивого развития. Это новая эпоха в развитии города Вологда. Сегодня мы вместе с мэром города озвучили несколько принципиально важных решений, которые получили свое федеральное финансирование и региональное финансирование на ближайшие три года. Прежде всего, это ледовый дворец, который находится за моей спиной. Он будет построен к дню рождения города Вологда в 2022 году. Вчера было подписано дополнительное соглашение с Минспортом на выделение еще 260 миллионов рублей на строительство ледового фока, тренировочного поля и дорожек для керлинга, а также нескольких открытых спортивных площадок именно здесь, в этой рекреационно-спортивной зоне. Еще одно решение, которое было принято вчера и утверждено, это финансирование малого транспортного кольца по городу Вологда. Мы начинаем с улицы Поэта Романова. Добавим, что глава региона также заявила о получении финансирования на строительство улицы Поэта Романова. Работы начнутся в следующем году. Кроме того, в ближайшие годы в микрорайоне Бывалого появится новая поликлиника. Карина Иршова, Михаил Протасов, Вологда РФ.